Здравствуйте, это новости на телеканале Хабар, в студии работает Салтана Тугельбаева. Жители Кустаная собирают деньги для своего земляка Константина Иванова, который попал в аварию в Турции, сейчас находится там на лечении. Как рассказывает отец 21-летнего парня, его сын на отдыхе вместе с друзьями арендовал автомобиль для экскурсии. На загородной трассе их машина столкнулась с выехавшим на встречную полосу Мерседесом, за рулем которого был местный житель. В результате аварии больше всех пострадал Костя, его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Турецкие врачи провели сложнейшую операцию, но пока молодой человек еще не пришел в себя. В Турции уже находится мать и сестра пострадавшего, жизнь остальных участников аварии вне опасности. Перевезти Константина в Казахстан пока нельзя по медицинским показаниям. Сейчас идет там консилиум по поводу его, врачи собрались, еще информации нету пока. Как мне и источников известно, то, что когда пациентов его доведут до состояния, что он может транспортировать, тогда и там дают разрешение на вывоз пациентов в свою страну. Вопросы эти решаются на уровне правительства, и это занимается в нашей Аким-области, Аким-городе. Они все подключили, все структуры, большую помощь оказывают. Для того, чтобы продолжать лечение в Турции, нужны деньги. Срок действия страховки истек два дня назад. Теперь стоимость пребывания в турецкой клинике ежедневно обходится примерно в 1 тысячу долларов США. Все, кто готов помочь в сборе средств на лечение Константина Иванова, могут перечислять деньги на счета, указанные на экране. На 41-м году жизни скончалась российская артистка Жанна Фриске. Эту информацию уже подтвердил ее отец в интервью ТАСС. Певица ушла из жизни после длительной болезни. Жанна Фриске приобрела популярность как участница группы «Блестящие». С 2003 года активно занималась сольной карьерой, успешно совмещая ее со съемками в кино. Дата и место прощания с певицей пока неизвестны. И мы возвращаемся, и мы переходим к другим новостям. На Аляске бушуют лесные пожары. Огонь не удается локализовать уже третьи сутки. По данным местной полиции, возгорание произошло по вине людей. Однако установить лиц, из-за которых под угрозой оказались гектары лесов, пока не удалось. В тушении пожара принимают участие более 200 спасателей, сообщает агентство Рейтер. Власти были вынуждены перекрыть движение по одной из основных автомагистралей штата. Огонь уничтожил 45 домов. К счастью, обошлось без жертв. Все жители оперативно эвакуированы. По словам спасателей, ситуацию осложняет сухая жаркая погода, которая стоит в регионе с начала месяца. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди на Аляску не придут. В городе Жиджао, китайская провинция Шаньдун, начал работу третий форум сотрудничества Китая с государствами Центральной Азии. Его тема – совместное строительство экономического пояса «Шелкового пути», формирование новой архитектуры комплексной взаимосвязанности. В расположенном на берегу Желтого моря городе Жиджао находится один из десяти крупнейших портов Китая, объем грузооборота которого составляет 110 миллионов тонн в год. Учитывая транзитный потенциал, Казахстан здесь называют золотым мостом, связывающим континенты. Поэтому в ходе форума, в который пройдет с участием казахстанская делегация, обсудят вопросы транспортировки груза через морской порт Жиджао из Японии, Южной Кореи в страны Европы. Организаторами мероприятия выступили комитет ШОС по сотрудничеству, дружбе и сотрудничеству и добрососедству, а также администрация города. С дипломом военной академии Вестпойнта из США вернулся казахстанец Махсат Нурманов. Молодой человек, четыре года учился по международной программе обучения кадетов и теперь намерен свои знания применять в служении Родине. Почему казахстанских кадетов готовят в Америке и чему еще учат будущих защитников Родины за океаном, выяснял Руслан Идрисов. Благодарность от посла США в Казахстане на грудный знак и перстень. По нему выпускники военной академии с 200-летней историей узнают друг друга в любой точке мира. Махсат Нурманов четыре года назад отправился в Америку 17-летним выпускником Назарбаев интеллектуальной школы. Домой вернулся лейтенантом. Ближайшие 10 лет намерен служить Казахстану. Мы как офицеры получили такое очень хорошее образование в сфере лидерства. Такого реального опыта я бы в другом месте не получил бы, как вы споните. То есть здесь же я и командовал, и получил такой опыт, и также получил военное образование, и в то же время занимался спортом. Там же в Вестпойнте Максат получил диплом бакалавра. Специальность редкая и в Казахстане востребованная. Из области системной инженерии. Каждый год Америка выделяет 60 мест для обучения иностранцев в военных академиях. Попасть сюда очень сложно. По версии журнала Forbes, 4 года назад Вестпойнт обогнал в рейтинге Гарвардский университет. Академию в разные годы окончили 6 казахстанцев. А среди известных выпускников американские президенты Грант и Эйзенхауэр. А также лидеры Коста-Рики, Никарагуа и Филиппин. Для нас важен опыт и знания, которые получают ребята. Учитывая, что военное образование в США имеет наивысший рейтинг в мире, для нас очень важно изучить, не только получить опыт от них, но и изучить этот опыт, и применять. А это церемония чествования Максата Нугманова в стенах американского посольства. Здесь же из рук посла сертификат на обучение получает еще один новоиспеченный кадет. Владислав Гагуля из Алматы со дня на день отправится в Академию ВВС. Сразу 10 казахстанцев сегодня учатся в военных академиях США. Это цифра беспрецедентна. А все потому, что американская сторона отмечает большой потенциал наших кандидатов на обучение. Говорят, что качество образования в Казахстане на высоком уровне. Руслан Идрисов, Ганил Шинбаев, Хабар. И мы возвращаемся к теме сегодняшнего дня. Ключевая роль в создании казахстанской модели единства и толерантности принадлежит Ассамблее народа Казахстана. Об этом сегодня в Астане на международной конференции, посвященной 20-летию АНК, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Сейчас форум только открылся и первые впечатления мы готовы выслушать от нашего корреспондента Хайрата Журумбаева. Законотворцы из стран СНГ и Афганистана изучают опыт Ассамблеи народа Казахстана, этого уникального института, объединяющего более 100 этносов нашей страны. Своих коллег встретил спикер казахстанского мажлиса Хабибулла Жахопов. Прежде всего, гости посетили выставку АНК. Здесь представлена вся история Ассамблеи, начиная со времен формирования современного этнического состава народа. По словам участника конференции, председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко, стремительное развитие независимого Казахстана или казахстанский путь основан на единстве, патриотизме и реформах. Сегодня опыт Казахстана в создании уникальной модели межэтнического согласия стал привлекательным и полезным для многих стран мира. Под руководством президента страны, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, этот уникальный политический институт проводит большую работу по возрождению национального самосознания, обеспечению неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан, независимо от их национальной принадлежности. Законотворцы сейчас также обсуждают реформы, которые проводятся в нашей стране. По их мнению, казахстанский патриотизм и единство – это самые важные факторы в их реализации. В Павлодаре выбрали номинанта на международный конкурс детского песенного творчества «Бала Тюрквижн Казахстан». Билет в «Звездный дом» получила восьмилетняя Тамила Рахимбаева. Символ конкурса – бутон сказочного цветка и подарок от фонда «Жан-Дануэлемен» куклу Экошу. Тамиле вручил казахстанский исполнитель, выходец из Павлодарской области, Ренат Малцагов. Именно он будет сопровождать конкурсантку в полуфинале конкурса. Всего в Павлодарском кастинге приняли участие более сотни юных певцов в возрасте от 8 до 13 лет. К слову, подобные конкурсы сейчас проходят в более чем 20 странах тюркского мира. Елена Валько, наставница Павлодарской звездочки, рассказала, что Тамила очень яркий и творчески одаренный ребенок. Недавно она заняла первое место на Республиканской олимпиаде по ментальной арифметике, науке складывания и умножения больших чисел в уме. Также победительница регионального конкурса любит читать, рисовать, заниматься логикой и плести браслеты. Валько, наставница Павлодарской области Естественно, детский конкурс определяет талантливых, а остальным детям дает стимул. То есть им есть заниматься, кроме школы, еще чем-то. И это всегда хорошо. Отдохнуть этим летом бесплатно в лагерях смогут 12 тысяч мангостаусских школьников. Областной бюджет выделил немалую сумму – 256 миллионов тенге. Среди счастливчиков – отличники учебы, сироты и дети из многодетных семей. А для того, чтобы отдых ребят был незабываемым, организаторы продумали все до мелочей. Помимо купания в Каспийском море, школьников ждут интересные экскурсии по историческим местам и походы по областным туристическим. Маршрутом все подробности у Тамары Степановой. Окончив третий класс на «Отличном» Ирзалий Асанов получил путевку в летний лагерь. Здесь мальчик, можно сказать, звезда сцены. Не пропускает ни одного мероприятия, зажигает на танцполе и участвует в разных состязаниях. Я весь год старался учиться на одни пятерки. Итог моей учебы – путевка в этот лагерь. Я здесь впервые. Тут интересно, шумно, весело. Наш отряд «Толкун» – лидер во всех конкурсах. Мы очень подружились, и я уверен, будем общаться и после лагеря. Оздоровительный лагерь «Балдаурен» – один из семи расположенных на берегу Каспийского моря. Сегодня здесь отдыхают 100 отличников со всех районов области. За 12 дней дети загорят и окрепнут, обещают вожатые. К примеру, школьников научат плавать и оказывать первую помощь на воде. Здесь работают специалисты из центров Дарын, ЗОЖ и спорта. Вожатые стараются сделать каждый день неповторимым. Мы воспитываем детей разносторонне – спортивные состязания, интеллектуальные задачи, уроки искусства на природе, экскурсии по историческим и самым красивым местам области. Этим летом 98% мангостауских учеников будут охвачены оздоровительными и трудовыми каникулами. Ребята смогут провести время с пользой в профильных и спортивных лагерях. Их количество в этом году почти дотягивает до сотни. Также в области работают 57 пришкольных лагерей, а более 30 тысяч детей посетят другие области Казахстана и заграничные курорты благодаря спонсорской поддержке. Тамара Степанова, Саламат Бегбаев, Хабар, Мангостауская область. Выставка кулинарных роботов прошла в японском городе Токио. Инженеры представили робота-повара, который умеет печь и варить супы. Делает он это не хуже человека, только не нуждается в отдыхе и может готовить вкусные блюда круглые сутки. Правда, существует он пока в единственном экземпляре, а вот другая новинка, автомат по изготовлению суши-роллов, уже может приобрести любой желающий за 16 тысяч долларов. По мнению японских инженеров, именно столько должен стоить идеальный робот-сушист. К этому часу у нас все. Больше новостей на сайте habar.kz. До свидания.